Субтитры сделал DimaTorzok Снял коротенький ролик, хочу вам сказать, что появится в ближайшее время на моем канале. Так как YouTube требует до активности, я решил накинуть туда пару интересных тем. Ну или да, по-моему, рубрик. Одна из таких тем будет называться «Обзоры и распаковка». Да, будем, в общем, распаковывать новые товары, делать на них подробный обзор. Может быть даже одну-две серии, если надо будет, допустим, одной серии мы распаковываем. В второй серии мы подробно характеристики описываем. Что-то типа, если что-то электронное, будем распаковываться по телефону, компьютеру и так далее. Так, я обзоры раньше снимал, но я их никуда никогда не выкладывал. Вот, сейчас я думаю, почему-то нет. Надо активность, будем активировать. И у меня уже лежит iPhone, съешьные новенькие, 20-20 еще запакованы. Не надо текло, а вот к нему. Это я сейчас буду снимать. Буду выкладываться и будем вместе смотреть. Пока что я буду свои товары выкладывать. Ну, я, конечно, хочу дать себе того. Но у меня цель, чтобы меня начали присылать на распаковку товара. Буду распаковывать, рассказывать. И, как бы, для начала мне это будет вот так вот. Мишу крышу, если такое, вообще до такого зайдет. Вот. Вторая рубрика, либо тема, это творчество. Мало кто знает, что я играю в несколько группах. Я гитарист. Вот. В творчестве. Вы понимаете, я, как бы, играю на гитаре. Только, когда я пихожу домой, я, как и все напарные гитаристы, зайдю и вокалистам. Ну, вот. Именно поэтому в феврале месяце 20-го года я начал дома самостоятельно обучаться экстрим-вокалу. Прячьтесь, прячьтесь, я уже здесь. Раз, два, пять, четыре, пять, семь, восемь. Я не знаю, слышу мой голос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да!!! Учитывая что я до этого вообще никогда не пел... вообще никогда и думал что это вообще не недавно... вот короткий срок я могу сказать чему-то научился притон это самостоятельно вот да и ладно будем в общем вместе собирать и брать какую-нибудь рокерскую песню классно мы будем разбирать по кусочкам допустим делать образ я прям покажу как эти все образы делается вот я начинал гуаши сейчас уже покупаю краски для грима будем делать я кстати кстати повешу вот пару интересных обрыв которые делал под углу под группы одна одна из групп это вот король и шут посмотрите то что у меня получалось не с вами песни скидывать не буду может быть если вы захотите потом будем короче играть вы предлагаете какие-то интересные темы по творчеству по творчеству можно сделать что-то уроки обучающие мне начать показывать на гитаре и для новичков все бесплатно тоже будет ему интересно хотя сейчас только уроков по игре на гитаре но все-таки вам интересно когда именно с вами напрямую что-то типа стримов для стримов все-таки нам даем историю побольше ну это пока оставим так 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 следующее что у нас собираюсь запускать еще одну из других интересных рубль который я начинал принципе когда я регистрировался в ютубе я начинал по играм по играм начинал что это начинал я начинал в общем делать какие-то приколы с играми редкие крафты карты разные предметы которые очень редкие тяжело сделать надо короче продолжать эту тему единственное что надо ее продолжать уже с новой машиной вот я собирался уже на новый год покупать компьютер но игровой компьютер но получилось так что мне пришлось пару мешков в день заместить стоматологу поэтому я сейчас занимаюсь зубами а компьютер пока переносится на чуть-чуть попозже вот так вот ребята берегите свои зубы берегите потом будет больно и дорого или одновременно и дорого и больно и это все в одном будет вам больно то что слишком дорого короче это все классно это все здорово но я в этом видео хотел сообщить о том что я открываю новую рубрику технарь называется технарь чтобы технарь входить в принципе у меня сейчас вот надежда на то что технарь вырулит мой канал даст жизнь каналу вот входить в него будут различные ремонты которые будут принимать эти все ремонты буду делать это все короче электронику различную вообще для начала я думал это начать с компьютерами обслуживание ноутбуков какие-то ремонты сборка компьютера сборка ноутбуков там сборка их обслуживание видеокарты установка опрессионной системы и драйверов легкий ремонт без замены каких-то там стали замены деталей оборудование измерительное оборудование как ссылограф это мультиметры и так далее и фены для выпайки чипов а вот потому что паяльникам не всегда получается какие-то микросхемы выплыть особенно крисето брать ноутбук там вообще смд-элементы настолько маленькие что и даже без микроскопа особо не рассмотришь вот сейчас у меня таких возможностей нету то что можно починить руками паяльником всегда пожалуйста решил эту рубрику делать вообще решил не делать все это для людей бесплатно это основная моя фишка которую я буду заниматься ремонтами я это я запущу это все свет пока что у себя в городе минске там будет все видно по раскрутке как она будет все идти сейчас пока что по минску я это чинить бесплатно но на камеру вместе с вами не будет очень приятно если вы когда-нибудь напишите комментариях что вы сделали как я у вас все получилось я буду очень этому рад чем больше людей будут смотреть как это делается делаются какие-то ремонты какие-то восстановления горочки будут это повторять сами у них будет это получаться и они не будут обращаться к этим шарлатанам которые есть по домам типа ремонт компьютера знаете да приезжают приезжают тебе из винду типа там 50 долларов просят за пиратскую винду за установку 50 долларов ну я считаю ты грабёшь зачем они все мы люди могут некоторые одинокие некоторые пенсионеры которые нету таких денег у них пенсия может 50 100 долларов в месяц вот а сейчас все получается все по электронке все с компьютерами и вот именно для таких людей я решил все-таки заняться бесплатным ремонтом я буду это делать вот я в общем сейчас только запустил эту информацию как у меня уже посыпали заказы у меня уже висит в очереди 3 ноутбука у меня уже лежит видеокарта на обслуживание там надо посмотреть по термопасте потому что очень давно покупалась и я так понимаю не удалось мне начали мне самое что прикольное я думал вот по компьютеру ремонт компьютерах ремонт ноутбуков да ну мне начали присылать различные там коробками все вот эти вот моргалочки свистоперделочки вот эти вот новогодние особенно то что сейчас понимаете сейчас начали доставать со шкафов люди чтоб елочку украсить этот китайскому мешу достаёт он вообще насыпается короче и не работает вот начали мне давать на то чтоб я там по изми починил один пожалуйста почини ну конечно же я не могу отказать раз я уже сказал что я буду заниматься бесплатным ремонтом дальше буду это делать по возможности я эти заказы соберу и начали уже мешками там наушники совбать знаете эти вот лампочки светодиодные там ящиками на очень не починишь замечательно не починишь сразу выкидывай даже не отдавать ну как то так но это можно сказать коллеги и знакомые друзья все кто-то кто не знает кто меня видел кто хоть как-то со мной каким-то блоком встречался касался вот более подробно как это все будет проходить я уже сделаю с первым видео как сделаю первое видео по технарю потому что все-таки для людей которые мне знакомые не на как себя подстраховать чтобы потом не было кретензий плане того что начали всякие мошенники сейчас пока что я вот начинаете ремонт и знакомых которые сразу сказали что не починишь починишь большой тебе респект благодарность подписка лайк все вот по поводу камеры никто не против поэтому ребята будет я думаю очень интересно что касаемо технаря будет очень интересно ну и обзор естественно обзор обзор обзоры у меня до этого были товары которые хотел снять даже с пылесосом для обзора блин это покупал пылесос я очень много видоса посмотрел очень много информации почитал и во всех видосах как в одном как 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 а вазингол все кричали а лучше я хрень полная пылесос немецкий я потом это отдельно еще сделать но это уже 5 лет молодею при правильном его использовании при использовании техника работают замечательно пара наушников я случайно починил мне так стало интересно почему не работал и в общем убегся и на работе в общем починил и это было без камеры жалею вас надо было стренировать ну ничего я думаю еще мне там целый пакет их уже давали на ремонт спасибо вам ставьте лайки подписывайтесь с вами Владимирку всем пока